Я Гаджиев Али. Родился в Азербайджане, в селе Щекюрбейли, Джибраилского района. Так уж получилось, что будучи младенцем, я потерял своих родителей. Опекунами моими стали мой дядя Сулейман со своей женой Минарой. Своих детей у них не было, и всю свою любовь они отдали мне. Быть может, если бы у них был родной ребенок, они бы не любили его так сильно, как любили меня. Жили мы спокойно и беззаботно, никого не трогали, пока в стране не установилась советская власть. Сначала преследование и гонение, раскулачивание, а затем и вовсе депортация. В 37-м году нас загрузили в скотские вагоны и выслали в сухие степи Казахстана. Так называемые Моинкумские степи. Я помню этот страшный для нашего народа день. Нам дали буквально два часа, чтобы собрать самое необходимое, и отправили нас на станцию Баладжары, Карабахского округа Азербайджанской СССР. Надо отдать должное сталинским шестеркам. План они перевыполнили. Станция была переполнена. Люди разных сословий и возрастов. Женщины и дети. Старики и подростки. Беременные и женщины с годовалыми детьми. И всех их должны были разместить в этих дырявых, черных и со всех щелей продуваемых вагонов, предназначаемых для перевозки скота. Но странно прозвучит то, что я сейчас скажу. Я вспомнил русскую фразу «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Именно в тот день, именно на этой станции, я встретил ее. Среди толпы плачущих женщин и причитающих стариков стояла она. Быть может, я бы и не заметил ее, если бы мужчина, стоявший рядом со мной, не окликнул ее по имени. По всей видимости, ее отец. Сона. Я оглянулся посмотреть, кому принадлежит это имя, и забыл свое. Наши глаза встретились. Из-под светлого калаяга связали ее длинные черные волосы, заплетенные в две толстые косы. На ее смуклом нежном лице появился легкий румянец. А взгляд ее темно-коричневых глаз опустился вниз. При этом я заметил, как брови ее слегка нахмурились. Я смутил ее. И тем не менее, я не мог оторвать от нее взгляд. Очнулся я, когда громко прозвучал приказ загружаться по вагонам. Я возмолился Богу, чтобы попасть с ней в один вагон. Но нас отправили разными эшелонами. Я дала себе слово. Куда бы нас ни отправили и куда бы мы ни попали, я найду ее. Я найду ее и женюсь на ней. В пути, когда нам, мужчинам, приходилось рыть братские могилы для погибших от малярии, чахотки, от голода. И просто от антисанитарных условий. Я боялся увидеть среди трупов ее. Я тайно молился за нее. В следующий раз, совсем мелько и издалека, я увидела ее на станции Шортанты. Уже в Казахстане. Затем нас отправили другим поездом. И выгрузили в селе Военком Джамбулской области Чуйского района Казахстана. Где оставили семью Соны, я не знал. Но я искал ее. Искал и нашел через два года. Нашел и женился, как и обещал. И не было счастью моего ни края, ни конца. И не было крыльев у меня, чтобы взлететь. Взлететь от счастья. В сорок первом году у нас родилась дочь. Я назвал ее Гулюстан. Цветущий сад. Какое же это счастье иметь ребенка. А особенно ребенка от любимой женщины. Как жадно вдыхал я аромат своего ребенка. Каждый раз, как в последний. Чем же пахнут дети? Кислым молоком? Нет. Есть в этом аромате что-то райское. Я не могу этого описать. Те, у кого есть дети, меня поймут. Но счастье мое продлилось недолго. В этот же год началась война. В сорок втором году я, как и многие мужчины, из нашего и из других соседних поселков, собрался на фронт. Были проводы, были слезы, а ребенок мой только учился ходить. В день проводов она подползла ко мне и попросилась на мои колени. Не принято было в присутствии старших брать на руки своего ребенка. Пока они сами тебя об этом не попросят. Все мое существо тянулось к ней. Я чувствовал теплоту ее маленьких ручек на своих коленях. Но взять ее не мог. Это заметили мои опекуны. И сами настояли на том, чтобы я посадил ребенка на колени. За что я им был безмерно благодарен до конца своих дней. Одни мои были сочтены. Шли ожесточенные бои. И вражеской пулей я был ранен в ногу. Не было времени обрабатывать рану. Нужно было идти вперед. Нужно было защищать Родину. Но с каждым днем мне было все тяжелее и тяжелее передвигаться. Сослуживцу своему Бойкбаю, я сказал об этом. Попросил похоронить меня здесь, в лесу. И попросил донести эту весть до моей семьи. Пусть помнят меня и гордятся мной. Через долгие-долгие годы, в свое время и в свой час, я вернусь за ними. В последнюю минуту своей жизни я почувствовал тот самый аромат, который вдыхал у своего ребенка. Я благодарен Всевышнему за мои самые счастливые полтора года до войны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...